Младенческая смертность в России достигла исторического минимума. Показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос на два с половиной года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Совета Федерации. Он выступил в рамках правительственного часа и рассказал о развитии российской системы здравоохранения. А перед этим министр принял участие в расширенном заседании Комитета по социальной политике. О чем шла речь во время диалога с сенаторами и на каких вопросах министр заострил их внимание, узнаем у главы Комитета Инны Светенко. Мы рады приветствовать ее сейчас в нашем прямом эфире. Инна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какая картина по развитию детского здравоохранения в нашей стране у вас сложилась после такого предметного общения с министром здравоохранения? Ну, прежде всего, так как был посвящен правительственный час именно материнству и детству, то, конечно, важны были те аспекты, связанные с развитием именно медицины в детстве. И отмечу, что принципиально важные вопросы были освещены министром по строительству новых больниц, по новым методикам, по инновационным методикам в плане лечения детей. Нельзя не отметить неонатальный скрининг. То есть еще в утробе матери уже проходят исследования, которые могут обратить внимание как врачей, так и родителей на те или иные особенности в развитии, которые можно спрофилактировать, либо изменить на ранних стадиях именно в детстве ребенка. И, конечно, очень важный аспект это диспансеризация. И диспансеризация проводится тотально на территории России. И не могу не отметить, что уже в этом году и в конце прошлого активно проводили диспансеризацию на новых территориях. И около 100 тысяч детей уже обследовано. Конечно, с большим сожалению могу отметить, что очень пухлые медицинские книжки у детей, потому что до этого у них не было возможности проходить диспансеризацию. Чтобы даже элементарных не было оказано детям медицинской помощи. Я уж не говорю о прививочных картах, которые являются нормой на территории всей России. И многие родители, большинство детей у нас привиты, и поэтому профилактируют таким образом серьезные заболевания. Также хочу отметить, что особое внимание уделялось сельскому здравоохранению, фельдшерско-акушерские пункты. Мы с вами неоднократно говорили о том, как они видоизменяются, какие виды помощи оказываются на селе. И насколько важно, чтобы те ребята, которых неудобно везти в райцентр, по крайней мере в рамках оказания услуг первичного звена, могут все услуги получить именно у себя на территории. Но, как мы поняли, результатов положительных довольно много. О проблемах каких-то говорили? Ну, вы знаете, то, о чем я сейчас сказала, это как раз и есть выход из тех проблем, которые существуют. Вы уже отметили, что снижается младенческая смертность. И, конечно, это большое достижение России, потому что мы находимся в этом плане сейчас, в мировой тройке лидеров. И считаю, что это не только связано с тем, что у нас хорошая генетика, а еще и в том, что у нас хорошо развита медицина. И именно профилактика. Также хочу отметить, что заработал в полную силу благотворительный фонд «Круг добра» по помощи детям с орфанными заболеваниями. И также Министерство здравоохранения оказывает услуги тем детям, которые раньше никаких услуг не оказывалось. И понятно, что они были обречены на смерть. Сейчас мы видим, что выживаемость высокая. И оказывается помощь детям на ранних стадиях. И это дает возможность человеку просто понимать, что у него есть заболевание. Но он ведет полноценную жизнь, и продолжительность его жизни точно такая же, как и у тех людей, у которых нет такого диагноза. И, конечно, это большое достижение, потому что нигде в мире нет того, чтобы за счет фонда или за счет бюджета, как целый ряд нозологий орфанных заболеваний, это проходило за счет бюджета страны, либо фонд «Круг добра». Вы знаете, это некий дополнительный налог на богатых, который составляет 2%. И очень много россиян его платят, потому что, слава богу, в стране есть люди, которые получают доходы больше 5 миллионов в год. И мы видим, наполняемость этого фонда удовлетворяет всех потребностей именно в таких препаратах. Инна Юрьевна, Михаил Мурашко обратил внимание на то, что укомплектованность участковыми врачами сейчас составляет 87%. Какие решения предлагает Минздрав, чтобы решать проблему нехватки специалистов? Ну вот кадровая проблема, она, пожалуй, одна из основных, потому что мы видим то, что старается Министерство здравоохранения ввести и программу «Земский доктор», для того, чтобы поддержать тех, кто едет на село. Не хотят врачи ехать на село. И те проекты субъектов, которые дают тоже положительный эффект, где покупают жилье, где стараются обеспечить тем, что нужно именно конкретному доктору, чтобы он остался на селе. Также в программе обучения есть определенные преференции тем, кто для себя выбрал профессию «Земского доктора» или фельдшера, который поедет на село. И я думаю, что 87% — это уже на фоне предыдущих неплохая цифра, но это, конечно, не то, к чему нужно стремиться. А стремиться надо к 100%. Поэтому мы сейчас будем прорабатывать дополнительные меры поддержки для тех фельдшеров, медсестер, врачей, которые готовы ехать и работать по специальности, и чтобы у нас процент был выше. В городах ситуация значительно лучше в городской среде. Поэтому важно, и об этом говорил министр здравоохранения, сделать акцент именно на сельском здравоохранении. Инна Юрьевна, не могу не спросить вас еще о некоторых законопроектах, которые вы обсудили, одобрили вчера в рамках заседания Совета Федерации. Особенно это касается закона апробации. Новое для многих такое название. Расскажите, что это за документ? Действительно, закон апробации — это новелла в российском законодательстве, и комитет работал в течение двух лет вместе с правительством, вместе с уполномоченным по правам человека Татьяной Николаевной Москальковой над данным законопроектом. В чем его суть? Важно то, что человек, который оступился или совершил преступление по истечению периода его заключения под стражей, ему нужно прийти в мир, и важно, чтобы у него не случился рецидив. К сожалению, процент рецидивов высокий в России. И это говорит о том, что он не находит себя, что называется, мирной жизнью. И важно, и закон как раз этому и посвящен, чтобы была разработана программа для каждого бывшего осужденного, чтобы он мог найти себе жилье, мог быть обеспечен работой, и чтобы у него этап социализации прошел мягко и гармонично. То есть это программа социальной адаптации? Это программа социальной адаптации, в которую включены и центр занятости, и Минюст, который является головной организацией, которая ведет реестр этих людей, и сотрудники правоохранительных органов, которые обязаны осуществлять контроль и учет по месту жительства. Это и органы социальной защиты, которые должны предоставить жилье, допустим, человеку, если в тот период, когда он находился в местах лишения свободы, его семья по какой-то причине распалась, либо умерли, нет возможности вернуться туда. Важно, чтобы он был обеспечен в том числе и мерами социальной поддержки, как полноценный гражданин Российской Федерации. И вот составление такой программы очень важно, но оно происходит добровольно и только по заявлению самого бывшего осужденного. Поэтому важно, чтобы у нас как можно больше участников этой программы было. И в рамках этой программы я уверена, что мы получим совсем другой процент рецидива преступлений. Потому что многие говорят о том, что они себя просто не нашли, их никто не взял на работу по причине того, что у них есть метка в документе. И поэтому сама нужда заставила совершить очередное преступление. Спасибо, Инна Юрьевна. Напомню, что на наши вопросы в прямом эфире отвечала сенатор Инна Светенко.